Книга «Открытым оком», вопрос 2132, том 8. Читая житийное и историческое описание личности царей, видится резкое отличие оценки житописателям лиц лояльных к православию, в любом случае положительных, и неправославных, непутевых и непопромыслов. В чем причина такой неодинаковой оценки? Хотя бы царь даже православный где-то зажимал, но все равно о нем хорошо говорится в самом конце его биографии. А вот если царь не поддержал догмата православных, то его со всех сторон обложат такими словами, что даже имя его обыграют, так хотят его зверонравным показать. «Почему не одна мерка для всех?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Только потому, что тот, кто писал эти жития, был сугубо православный и трегубо монах. А заказ уже не есть дело совести. Нужно оправдать своих. И тут уже для врага остается один дёготь, смола и сажа. Да будут уксусом поливать и черепками разбитой совести растирать целые века. Это вовсе уж не по совести, а значит и грех. И такими грешными житиями, биографиями, характеристиками наш народ питался ты целое тысячелетие. Богу это очень неугодно, а значит наше православие и здесь подмочено и гнилью тянет». Пророк Михей 6 глава 11 стих «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» Притча 16.11 «Верные весы и весовые чаши ада Господа, от него же все гири в суме». Пророк Амос 5 глава 12 стих «Ибо я знаю, как многочисленные преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Продолжение следует...